Субтитры создавал DimaTorzok Это горит опять Атлас. Взрыв был около 3 часов. Взрыв был сумасшедший. Станция горит. Ух, Шелкос! Фотографируй. Это бензо, нефтебазы. Санитарные украинские дроны атаковали нефтекомбинат Росрезерва Атлас в поселке Глубокий Каменского района Ростовской Народной Республики. В начале августа сюда уже залетали беспилотники, повредив лишь один резервуар. Сейчас, судя по всему, Гойда получилась более внушительная. Слава России! Этот объект специализируется на хранении нефтепродуктов и поставляет их российской армии. В 2020 году на базе комбината состоялось взаимодействие Минобороны и Росрезерва в рамках учений «Кавказ», где отрабатывались разные способы доставки нефтепродуктов. После начала спецутилизации российской армии взаимодействие продолжилось. Но украинские дроны его подкорректируют. «Я обещал вам, что мы победим! Мы победили! Слава России!» Ну чушь какая-то! Мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам! Вот вам они надо! Вот! Это вот прямо... Даже не мечтайте, твари! Это вот, собственно, и есть суть ультиматума. Который обсуждался в жизни. Это абсолютно очевидно любому русскому человеку. Который обсуждался в жизни. Никакая... А украинского человека спросили? А плевать! Это наша русская земля! Это никакая Украина там ничего не решит! Была такая... Это я просто пытаюсь, ну как бы, проинтерпретировать некоторую логику. Нет, ну то есть понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, что это произойдет при действующем президенте. И его наследие... Потому что Украина это, вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот именно. Или вписывает все, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте, да? Нет, посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Взрыв был сумасшедший. Дым стоит. Просто катастрофический. Огонь, пламя. Сегодня 28 число. 28 августа. Еще больше взрыв. Взрыв и пламя. Страшно и спать. Атлас от нас. В двух километрах. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Смотрите, ребят. Мы только начали. В прошлом году начался очередной 30-летний цикл истории, в рамках которого или нас не останется, или не останется блока НАТО. Вот спасибо тебе за эти слова, да. Это очень важно понимать. Так хотите. Вот люди даже согласны. Вот читаешь лекцию, или говоришь, или выступаешь. Меняется мировая система, мироустройство. Примерно лет на 30. Оптимисты считают, что за 15 можно уложиться. Но я не очень отношусь. Нельзя. Введение российским пересидентом военного положения в оккупированных украинских регионах, конечно же, в первую очередь касается не самих Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там оккупационный режим по своей репрессивности и беззаконию, превосходящий все нормы российского военного положения, установлен сразу же после захвата территорий. Где после февраля 2022 года, а где и после 2014-го? Это присоединение к России. Оно зачем? А я тебе хочу сказать, Антон, это антибиотик для всей России. Концлагеря, фильтрация, бандитский беспредел – все это – реальность жизни там, откуда пока что не удалось изгнать российских солдат и наемников Кремля. Бойся, старый мир! Лишеный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда! Гойда! Главный смысл этого путинского указа – в оккупации самой России. Ничего нового в этом нет. Мы в России уже проходили. Любой тиран рано или поздно приходит к идее оккупации собственного государства, к уничтожению даже тех хлипких норм законности, которые еще остаются гражданам. И, конечно же, появляется искушение воспользоваться войной и прижать граждан к ногтю. Да, все для облапошивания, для удержания власти. Денег. Очень важно. Кого насильно мобилизовать в свою бандитскую армию? Кого заставить бесплатно работать на охамевшее государство в рамках трудовой мобилизации? Кому закрыть рот без суда и следствия? Кого интернировать, то есть посадить без законных на то оснований? Путину это нравится. Надо исполнять. По-другому не получится. Уже не раз приходилось объяснять, что эта путинская война – самое настоящее создание рейха в пробирке. Во-первых, уничтожаются нелояльные народы. То, что происходит сейчас, является этнической чисткой. Потому что, по сравнению с другими регионами, в Бурятии происходит тотальная мобилизация. И особая циничность, особая подлость состоит в том, что в ночь с 21 по 22 сентября, которую назвали «Черной ночью», «Ночью судной», представители этих военкоматов выезжали по деревням. Людей брали дома в 2 часа ночи, в 4 часа ночи увозили. У многих возникла ассоциация с 37-м годом. Именно так увозили моего прадеда на глазах его внучки, моей мамы. И то, что сейчас происходит – это просто геноцид. Потому что я считаю, что Путин решил просто доконать наш народ. Вот он просто решил на корню, на корню просто нас выкорчевать. Украинцев на оккупированных территориях бросают воевать против украинцев в первых рядах для выявления огневых точек противника. Это просто, ну, наверное, пушечное мясо. Я не знаю, как назвать это все, что происходит. Вслед за украинцами выкашивают народы России. Мобилизация на национальных окраинах идет опережающими темпами. К тому же и социальная ситуация там много хуже. Так что война убивает в первую очередь молодых парней. Оставляет национальные республики без шанса на самосохранение. Потому первыми стали возмущаться именно жены военных в Бурятии или матери Дагестана. Ну, а как иначе? Ну и, во-вторых, уничтожение несогласных русских. Кого выдавливают из страны? Кто бежит сам от безумия и мобилизации? Кого арестовывают и гноят в тюрьмах? Вы бы еще Путина на еще один срок? Да. Да пусть он нарабатывает. Он нам не мешает. Он хороший человек. В результате, в конце этого отвратительного эксперимента, Путину предстоит руководить новым российским рейхом, в котором никаких угроз не останется. Не тех, кто хочет свободы, не тех, кто помнит о своей идентичности, не тех, кто просто стремится жить по-человечески. Не будешь по улицам бегать и ходить там и вопросы задавать. Путин хочет руководить государством Путины, а всех остальных пустить под нож. И введение гибридного военного положения – это один из инструментов, который по замыслу Путина должен вести его к цели. Вести, даже если он проиграет войну. Главное для Путина, и это на самом деле всегда было главным, захватить Россию и исключить любые, даже призрачные угрозы своей власти. Это логика очень простая. Нужно удержать любой ценой власти. Наши родные, вас после, очевидно, сборов будут встречать тех, кто там уже находится с начала операции, те, кто имеет опыт. У тех, кто там воюет, сейчас у всех есть иконки, есть молитвенники. С Божьей помощью мы обязательно победим. С нами Бог, потому что мы воюем за то, чтобы оставаться людьми, за то, чтобы семья – это была мама, папа и дети, а не дядя-дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюются силы зла, воюют. Это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам. Это духовная скрепа. За русский мир вставай скорей, калмык, татарин и еврей. Вставай, страна, на смертный бой. На смертный бой вставай, страна, пред нами сатана. У тебя может быть соседом сатана? Я говорю о том. Ты можешь заключить договор с сатаной? Пред нами сатана. ПОЛЬСКОВТЕЙ ПОЛЕВАЮЩЕЙСКАЯ Субтитры создавал DimaTorzok